МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное за день. Инфекция в озере. Рабочим третьего моста задерживают зарплату и мошенники. Дыры на дорогах. Что делать и куда обращаться? К этому нужно морально подготовиться. Соответственно, я готовился. В Тибет ехать не надо. Паломники устроили мощнейший ретрит в Бурятии. Четверть происшествий связано с наездами на пешеходов. При этом количество таких происшествий снижается. 30 человек погибли в ДТП с начала года. Свежая статистика ГИБДД. Настроение отлично. Мы находимся на Байкале. Здесь по-другому быть не может. Первый чемпионат ВДВ по легкой атлетике в Бурятии. Всем привет. С вами новости на АТВ. Я Илья Балханов. Аэропорт Байкал сегодня остался без света. В 11.50 сразу два канала перестали подавать электричество. Нет электричества. Не идет регистрация. Полная неразбериха и непонимание. На каких туристов можно рассчитывать с такой неразберихой? Отключение электроэнергии произошло тогда, когда у нас обслуживалось сразу три рейса. К сожалению, у нас отключился и основной фидер, и дополнительный источник питания. Были оперативно направлены две бригады ОВБ. Через 33 минуты электроснабжение аэропорта Байкал было восстановлено. Без электричества аэропорт был 33 минуты. Один из рейсов вылетел без задержек. Два других опоздали на 8 и 11 минут соответственно. В причинах отключения еще разбираются. С июля в Улан-Удэ подорожает холодное водоснабжение и водоотведение. Связывают это с поднятием цен на электроэнергию, увеличением рота и ростом цен на горючее. Так, куб холодной воды будет стоить 30 рублей 82 копейки. Сейчас за такой же объем горожане платят 26 рублей 57 копеек. Водоотведение вырастет до 39 рублей 59 копеек. Старая цена 34 рубля 31 копейка. Рост тарифов, согласно информации Республиканской службы по тарифам, на услуги водоснабжения и водоотведения составит 16%. В среднем сумма оплаты за холодную воду и канализацию для одной семьи увеличится на 96 рублей. Также вырастут цены и на другие услуги. За отопление придется отдать 2600 рублей 90 копеек. Сейчас это стоит 2408 рублей и 3 копейки. А 1 кВт-час вырастет до почти 3 рублей 80 копеек. Вывоз мусора будет стоить 89 рублей 98 копеек за человека. Горячая вода в открытой системе 180 рублей 25 копеек. В закрытой 163 рубля 44 копейки. Избил и получил взятку. В Бурятии вынесли приговор бывшему полицейскому. По данным следствия, в конце мая этого года в Иволгинский отдел полиции попался нарушитель противопожарного режима в лесах. Оперативник привел его в служебный кабинет и несколько раз ударил. После потребовал взятку в 100 тысяч рублей, чтобы не заводить уголовное дело. В последующем, помимо денег, сотрудник стал требовать еще мотоцикл. Потерпевший, опасаясь насилия и реализации угроз, согласился передать полицейскому взятку. Но затем обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном в отношении него преступлении. Эксполицейскому назначили 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Вдобавок, запретили занимать должности в правоохранительных органах на 5 лет. Лишили звания подполковник полиции и обязали выплатить штраф в 380 тысяч рублей. О том, что произошло в республике за последние сутки, расскажет Алтана Мункуева в «Главном за день». Озеро Катакель признали опасным для купания. В конце мая жители Прибайкале забили тревогу из-за мертвой рыбы. Результаты анализов проб воды показали завышенное количество энтерококков. Это превышение свидетельствует об антропогенном загрязнении и является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Бактерии энтерококки могут вызвать инфекции мочевых путей, эндокардит и простатит. Специалисты рекомендуют не только не купаться в таких водах, но даже воздержаться от отдыха и занятия спортом на территории водоемов, которые не отвечают санитарно-эпидемиологическим нормам. Напомним, в конце нулевых Катакель поразила гавская болезнь. Гибли животные, питавшиеся рыбой из озера. После начался и сам умор рыбы. Среди пострадавших были и люди. Конкретнее 21 человек, один с летальным исходом. Сейчас ведется оздоровление водоема. Власти призывают не рисковать здоровье. Строители Третьего моста пожаловались на задержку зарплат. Это якобы стало причиной увольнения около 20 рабочих. Кстати, подобная проблема с выплатами уже была в 2022 году. Сейчас ситуацию взяли под контроль в Министерстве транспорта. Рабочим выплатили 20% от зарплаты. Задолженность пообещали погасить до 7 июня. Подрядчик в кратчайшие сроки обещает устранить задержку перед своими сотрудниками. Рабочие всю информацию подтверждают. Что же касаемо Третьего моста, готовность объекта около 50%. Прогнозируемая дата сдачи – конец 2025 года. В Бурятии, Иркутской области и Запкрая введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Около 36 тысяч гектаров республики в огне. За пожарной безопасностью на федеральных дорогах в республике следит Южный Байкал. Сейчас завершены все необходимые мероприятия по защите трассы от возможного выхода огня. Дорожная техника и персонал находятся в режиме повышенной готовности. Для оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций организовано взаимодействие с МЧС. Менеджер банка спасла полтора миллиона рублей Улан-Уденке, за что получила благодарность не только от едва не ставшей жертвы, но и правоохранителей. 55-летняя женщина обратилась в банк якобы за кредитом на покупку машины. Волнение клиентки заметила сотрудница организации. В ходе беседы о возможных мошеннических угрозах Улан-Уденка призналась. Ей сначала звонили якобы представители пенсионного фонда, затем Госуслуг и Центробанка. В конечном итоге аферисты убедили ее взять кредиты для защиты денежных средств. К счастью, обман разоблачили. В который раз менеджеры банка в рамках совместности с полицией работы помогают клиентам не стать жертвой мошеннических действий и сохранить свои денежные средства. Так и сейчас. Женщину берегли от перевода полутора миллионов рублей. Правоохранительные органы призывают, будьте бдительны. Лучше лишний раз позвонить в отделение банка или же полиции, чем лишиться денег. Неделю назад мы сняли рейд по проблемным дорогам в Улан-Уденке. После выхода материала к нам в редакцию поступили десятки адресов с аналогичными ситуациями. Ямы, бугры и опасные колодцы. Куда обращаться в этой ситуации, разбирался Дорж Сибиданов. Улица Балдынова. Здесь, судя по всему, произошла коммунальная авария. И водители, которые движутся в сторону центра Улан-Удэ, нет-нет, но вынуждены выезжать на встречную полосу, потому что здесь проехать невозможно. Ну, она провалилась просто. Где-то в апреле, наверное. Я так поняла, что планировали, когда усадку даст, вот этот грунт, который положили, положить вот этой плиткой. Ну, вот в таком виде она уже стоит, по-моему, недели три. Едем дальше, хотя далеко даже не пришлось. На улице Горнаева относительно свежая дорога, построенная в 2017 году по федеральной программе, уже покрылась, мягко говоря, неровностями. Микрорайон Кирзавод. Асфальт здесь буквально взбугрился. Водители вынуждены притормаживать, дабы не повредить свою подвеску. Подбираемся к центру. Из плюсов ямы здесь огораживают знаками. Около двух недель здесь это все находится. А знак почти сразу поставили? Где-то на следующий день. Еще одно опасное место зияет возле национальной библиотеки. 28 мая моя коллега снимала про этот провал. Его обещали засыпать и найти собственника колодца. Власти, конечно, занимаются этим вопросом, но ВОЗ и ныне там. С ямой возле БГУ дела обстоят лучше. Это зона ответственности водоканала. Там отметили, что заасфальтировать провал должны к 7 июня. За участок на Кирзаводе отвечает также эта организация. Его внесли в план, но пока без конкретных сроков. С улицы Балдынова все сложнее. Водоканал разбирается с подрядчиком. Сроков восстановления дороги там озвучить не смогли. С улицей Горнаева КБУ обещает разобраться. В прошлом году комбинатом по благоустройству экспериментально вокруг одного люка были произведения работы по полной замене грунта. Но сегодня там провала нет. В связи с тем принято решение, что сегодня временно мы засыпали провалы. И так как эксперимент удался, мы все остальные люки и колодцы на них планируем произвести точно такие же работы по замене асфальта. В КБУ отметили, если вы увидели яму или провал, звоните к ним на горячую линию. Кроме того, если яма вокруг колодца, также стоит сообщить и в водоканал. Номера на экране. Дорж Себданов, Сырюн Анзатова, телекомпания АТВ. Очистить негативную карму за несколько эпох. Полсотни паломников съехались в Янгажинский дацан для одной из самых мощных очистительных практик. Четыре дня они не будут есть, пить, пользоваться гаджетами и даже разговаривать. Только молитва и медитация. До начала ретрита с ними успел поговорить Антон Симонов. Янгажинский дацан. Сюда съехалось около 50 паломников и 20 ламп со всей Бурятии. Они проведут одну из самых мощных очистительных практик в Аджиаране – нюне. На четвертый год уже проводим нюне, аволакитешвары. Вот читаем садханы аволакитешвары. Вот по три садханы в день. Паломники приезжают в дацан, проводят ретрит. Здесь же и живут. С собой по минимуму подношение для боков, спальный мешок, подушка и покрывало. Все остальное отдают в дацане. Я в третий раз уже на ретрите нюне. Мы расположились в самом дацане, на первом этаже. И здесь также можно расположиться на улице. То есть есть различные места для прихожан. И данный ретрит нюне дает возможность очистить вот эту негативную карму за несколько эпох, прожитых нашей душой. Я много лет нахожусь на инвалидности. Ну, уже почти 27 лет. Я заинтересовалась учением ВУДы. И пришла к выводу, что это действительно нам помогает выходить из сложных ситуаций. Дает уверенность, спокойствие. Ничего не надо, мы всех приглашаем. Янгажин Дасан всех угощает, всех размещает. Все бесплатно. Даже в Тибет не надо ехать. Ну, каждый для себя делает выводы. Однако угощение будет только в последний день, после окончания ретрита. Ведь пока он идет, участники берут однодневные обеты, в том числе сухая голодовка. В основном для практики, чтобы, почему мы не кушаем, не принимаем, не воду пьем. Для того, чтобы вот это, то, что мы принимаем пищу, чтобы она пошла тем, кто нужно. Чтобы чисто читали молитвы, чтобы собрались с мыслями, медитировали. Я думаю, будет тяжело, потому что все-таки обед будет идти сутки. Я просто думал, что, ну, я знаю, что нельзя разговаривать, нельзя есть. Но я думал, что можно пить хотя бы воды. К этому нужно морально подготовиться. Соответственно, я готовился. Если вы хотите побольше узнать о ретрите и подобных практиках, с 12 по 14 августа в Улан-Де пройдет второй международный буддийский форум. Одна из тем – душевное и психологическое здоровье и паломнический туризм. Настоятели Датсана в Бурятии расскажут о подобных практиках. Ряд таких ретритов проводят всего в нескольких религиозных местах по всему миру. И Бурятия в их числе. Возрастное ограничение 6+. Антон Симонов, Сарюн Нанзатова, телекомпания АТВ. Не переключайтесь, после очень короткой рекламы вы увидите. Четверть происшествий связано с наездами на пешеходах. При этом количество таких происшествий снижается. 30 человек погибли в ДТП с начала года. Свежая статистика ГИБДД. Настроение отлично. Мы находимся на Байкале. Здесь по-другому быть не может. Первый чемпионат ВДВ по легкой атлетике в Бурятии. Акция «1 плюс 1 в Абсолюте». Купи две упаковки БУС Шенахенских по цене одной. Абсолют. Гарант низких цен. Покупай в Абсолюте выгодно. Молоко «Сибирское застолье» всего за 69,89. Абсолют. Гарант низких цен. ГИБДД опубликовала свежую статистику по дорожной обстановке. Известно, что ситуация с детской аварийностью и количеством пьяных за рулем остается на прежнем уровне. Также увеличилось количество ДТП с мотоциклистами. А вот наездов на пешеходов стало меньше. Подробности далее. Селенгинский, Яравнинский и Муйский районы – самые опасные по аварийности на дорогах. Такие выводы можно сделать на основе статистики ГИБДД за пять месяцев этого года. Всего за это время произошло 338 ДТП. В результате почти 450 человек получили ранения. И 30 погибли. Определили основной вид ДТП в республике. Это столкновение транспортных средств. Четверть происшествий связано с наездами на пешеходов. При этом количество таких происшествий снижается. Всего совершено 87 наездов, в которых погибло 8 пешеходов, к сожалению. Неутешительная статистика и по детской аварийности. За пять месяцев этого года 63 ребенка получили ранения. Всего произошло 54 ДТП. Причем 48 аварий по вине взрослых. Более того, родители разрешают детям садиться за руль мотоциклов. Так, за апрель-май этого года пострадало уже шесть несовершеннолетних мотоциклистов. На дорогах республики серьезно обострилась ситуация с аварийностью с участием мототранспорта. Рост ДТП с участием мототранспорта составил 88%, в которых погибло один и получили 39 человек ранения. При этом 80 случаев происшествия совершены по вине самих водителей мототехники. Еще одна головная боль всех участников движения – пьяные водители. Напомню, в прошлом году по их вине произошло каждое пятое ДТП в республике. На данный момент известно о 59 авариях с участием нетрезвых за рулем. В них погибли 14 человек. Военнослужащие из 12 регионов России провели время на берегу Байкала с пользой для здоровья. В Бурятии прошел чемпионат ВДВ по легкой атлетике. В стране он проводится с 80-х годов прошлого века. Однако республика принимает соревнования впервые. Как это было, увидите далее. Чемпионат ВДВ по легкой атлетике прошел в Максимихе. Соревнования среди 65 атлетов длились два дня. В первой – личные дисциплины, во второй – командные. Трасса проходит, состоит из круга 2,5 километра по лесному массиву и по дороге с видом на озеро Байкал. Также для девушек и для эстафетного бега мы сделали один километровый круг. На каждый чемпионат ВДВ посвящается памяти специалистов физической подготовки либо спортсмена, который, к сожалению, погиб в зоне проведения специальной военной операции. В этот раз чемпионат посвятили памяти кавалера Ордена Мужества Дмитрия Усова, который погиб на СВО. В составе команд есть как новички, так и опытные спортсмены, мастера спорта и чемпионы России. Настроение отлично. Мы находимся на Байкале, здесь по-другому быть не может. Мы готовились какое-то время с командой, какое-то время готовилась самостоятельно. Выиграла 5 километров. Длинный кросс у женщин. Вчера выиграл дистанцию 10 километров. Дистанция отличная, погода супер, бежалась хорошо. Значимость, популяризация лёгкой атлетики, бега в целом. Я считаю, что это должно проводиться постоянно. Выступайте, участвуйте в пробегах, которые проходят и в Лан-Удэ, и по всей России. По итогам соревнований первое место досталось 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Второе – 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, а третья заняла команда из Рязани. Его прическа и цвет волос меняются чаще, чем батарейки в наших микрофонах. Он, пожалуй, самый неординарный журналист на Бурятском ТВ. Кирилл Мешков – любимчик всех бабушек. За два года на ТВ мы наблюдали за эволюцией его голоса, за превращением мальчишки в парня и, конечно же, за профессиональным ростом. Это воскресенье мы посвятим только ему. Включайте 21-ю кнопку, а пока небольшой анонс. Все, давай посерьезнее, пожалуйста. Меня зовут Кирилл Мешков, почти два года работаю на ТВ. Корреспондент. В комментариях меня часто сравнивают с Даней Милохиным, видимо, из-за светлых волос. И правда, для ОНОД я выгляжу весьма специфично. Вы кого взяли себе? Это что такое? Выгоните его, он только позорит всех нас. Фу! Девушка, вашей маме взять не нужно, но ваши родители, случайно, не террористы. Откуда у них такая бомба? Классный канал, приходите. Мы тут вообще такие прикольные, все веселые. Потом пришел я. Мы в Бичурском районе, на дне поля 2022. Сегодня здесь собрались трактористы со всей республики. Меня на первый сюжет отправили сразу же. Там 40 гниющих голов коровьих. Иди снимай. Оказалось, не зря. Трупы животных до сих пор здесь. Я принес этот сюжет. Мне говорят, ну... Без тумаков нынче нельзя! Фоткаться ко мне подходили. Я думал, фоткались, это была бабулечка какая-то в парке Орешкова. Она такая, я вас знаю, я вас видела. Можно с вами сфоткаться? Поэтому за тобой закреплен статус. Любимчика всех бабушек. Да. А можно попробовать одну пышечку? Спасибо. Подскажите рецептик, чтобы я вот дома тоже себе таких пышек приготовил. Шапоть того, шапоть другого. И пышки готовы. Сколько раз ты хотел уволиться? Какой температуры водичка примерно? А вы сами попробуйте. Орел! Это пресса! Честно, больше я такого не хочу себе. Очень холодно, очень экстремально. Попробуйте. Умницы, молодцы. У меня прирожденный талант. Игры на ложках. 9 июня в эфире нашего телеканала День с Кириллом Мешковым. Лучшие сюжеты, программы, интервью и то, что осталось за кадром. Включайте 21-ю кнопку и смотрите АТВ. Возрастное ограничение 12+. Гонка будет пожестче, чем Формула-1. Сотрудничество Бурятии и Китая вышло на новый уровень. Накануне Министерство туризма Республики подписало меморандум с крупнейшим туристским холдингом КНР. Это открыло несколько путей развития туризма. Организацию авиаперевозок между Улан-Удэ и городами Китая. Создание туристической инфраструктуры, например, отелей и причалов. Проведение различных выставок и форумов с участием иностранных гостей. Срок действия документа 5 лет. Меморандум предусматривает развитие отношений по совместному развитию инвестиционных проектов в сфере обеспечивающей туристской инфраструктуры. Мы будем в дальнейшем развивать увеличение туристического потока из КНР к нам в Бурятию, на Байкал. Соглашение – один из итогов поездки Алексея Цыгенова в Китай. Напомним, тогда глава Бурятии уже поднимал вопрос о развитии туристических связей между республикой и КНР. Он отметил, что аэропорт Байкал может принимать все виды самолетов. Также выручает режим открытого неба и скорое открытие нового терминала. Летающие гири, танцы и секрет женщины. Мы подготовили для вас список интересных событий в ближайшие дни. Как весело провести первый месяц лета, расскажем в рубрике Афишина ТВ. Наконец настало лето, и мы знаем, как провести его с пользой. Это Афишина ТВ. Я, Антон Симонов, расскажу, куда точно стоит сходить в ближайшие дни. Начнем с самого яркого и энергичного события лета. Танцевальный марафон «Движфест» от школы танцев «ВМД Студио». На 9 часов площадь советов превратится в настоящий танцпол. Готовьте, с 9 июня с 13 часов вас ждут мастер-классы, выступления звезд бурятской эстрады, разные шоу и даже батлы. Вход свободный, дополнительную информацию можно узнать по номеру на экране. Возрастное ограничение 6+. Познать прекрасный пол в разных ипостасях помогут в театре бурятской драмы. 14 июня там покажут спектакль «Хатана» о прекрасных и сильных женщинах, их чувствах, мыслях, глубинных архетипах и месте в этом мире. Кстати, для вас есть подарок. Билеты можно купить на 30% дешевле по промокоду «Лето». Важно, он действует только на сайте burdram.ru. Возрастное ограничение 12+. А теперь проговорим про мужскую мощь. С 14 по 16 июня в Оландо съедутся 250 сильнейших гиревиков со всей страны. В ФСК пройдет чемпионат по гиревому спорту. В нем примут участие чемпионы России Андрей Рассадин, Сергей Коргин, чемпионы мира, Сергей Любимский, Василий Недорезов и многие другие. Открытие пройдет 14 июня в 14.30. Вход свободный, возрастное ограничение 6+. На этом у меня все. Подписывайтесь на соцсети АТВ. А также хочу напомнить, что у нас есть сайт tvatv.ru. Там вы можете в режиме реального времени следить за новостями Бурятии. С вами был Илья Валханов. До скорых встреч в эфире. Акция 1 плюс 1 в Абсолюте. Купи две упаковки пельменей домашних по цене одной. Абсолют. Гарант низких цен. Акция 1 плюс 1 в Абсолюте. Купи колбасу русскую и получи вторую в подарок. Абсолют. Гарант низких цен. Вашему ребенку нужны очки? В оптике СССР большой выбор оправ, которые не ломаются. Очень прочные, безопасные и веселые для любознательных и активных детей. Позаботьтесь о здоровье глаз ваших деток. Я люблю оптику СССР. Улан-Удэ Стальмост приглашает на работу электросварщиков, машинистов мостового крана, наладчиков оборудования, мастеров цеха, инженеров-конструкторов. Мы гарантируем официальное трудоустройство, социальный пакет, служебный транспорт в трех направлениях, дополнительное страхование от несчастных случаев, стабильная выплата заработной платы. Звоните 505-505-105.